Всем привет! С вами Рената, не Регина, и прямо за моей спиной находится Народный музей. А это значит, что сейчас мы поговорим с вами о пяти музеях, которые вы обязаны посетить, приезжая в Прагу. Первый в нашем списке это Народный музей, главный музей Праги. Всего зданий Народного музея два. То, что находится за моей спиной, обязан посетить каждый любитель истории. В этом здании находится огромное количество эспанатов, особенно такие экзотически необычные, как скелет Китая и зал рыцарей. Вновь свою дверь музей открыл относительно недавно, это зимой, так как был долгое время на реставрации. И сейчас он может похвастаться своими ошеломительными залами, лестницами. Это просто нечто. Народный музей находится в самом центре Праги, а именно на Ватсовской площади. Его видно абсолютно со всей площади. Идите вы сверху вниз, снизу вверх, сбоку или с того боку. Все равно видно отовсюду. Второе здание Народного музея находится справа. Не совсем далеко, примерно несколько метров. И его обязан посетить абсолютно каждый любитель искусства. И не только. В нем находится огромное количество различных скульптур и картин. Второе место в нашем списке заняла Народная галерея. Десять ее павильонов разбросаны по всей территории Праги. Каждый павильон поражает своим величием и разнообразием. Однако мы хотим посоветовать вам павильон Долтуржни Палац, который в переводе с русского обозначается Дворец Ярмарки. В этой галереи находится постоянная выставка великих художников, таких как Пикассо, Клинт и Ван Го. Также в этом павильоне выставляют современные работы чешских художников. Этот павильон мы советуем посетить всем, кто любит современное искусство, а также искусство инфессионизма. На третьем месте нашего списка находится технический музей, известный не только выставками своих самолетов, вертолетов и машин, но также и выставкой астрономии, дизайна архитектуры, телевидения и интерактивных камер. Этот музей будет интересен и взрослым, и детям, и мальчикам, и девочкам. Этот музей интересен и бабушкам, и дедушкам, и тетям, и дядям, и двоюродным братьям и сестрам. Четвертое место нашего списка занимает музей ДОКС. ДОКС – это музей современного искусства в Праге, приходя в который можно часто услышать, а это точно современное искусство или я рисовала также в четвертом классе. Если вы планируете посетить музей ДОКС, вам следует обратить внимание на то, какие экспонаты там вывешены, так как выставки очень часто меняются, однако одна вещь остается неизменной всегда – это огромный державль, который будет интересен каждому. Ну и на десерт мы оставили вам, как по моему мнению, самый интересный музей, в котором все выглядит примерно вот так. А все почему? Потому что в этом музее мы можем попробовать обыденно слепых людей. Этот музей дает нам попробовать на себе обыденные ситуации из жизни слепых, такие, к примеру, как покупка в магазине, прогулка по парку или просто день дома. Очень интересно, а главное – необычно. Всем советую. На этом у нас все. Обязательно приезжайте в Прагу. И с вами была Рината Нерегина. Всем пока-пока!